Там есть кто? Не знаю. Вот детишки. Ой-ой-ой-ой. Хозяйка? Там документы все. Давай скорее выходи. Подоспели вовремя. Во время службы майора полиции Александра Локтева и старшине полиции Михаила Гончарова поступила информация от оперативного дежурного о пожаре в квартире по улице 3-го авиаотряда. Сотрудники мобильного взвода незамедлительно направились к месту происшествия. В задымленном помещении находились две женщины, которые собирали вещи, чтобы спасти их из огня. Они пытались выносить из квартиры оставшиеся вещи. Главная задача наша была эвакуировать этих людей из огня. Женщина, которая помоложе была, она вошла в квартиру и стала терять сознание. То есть она потеряла ориентацию и самостоятельно не смогла выйти из горящей квартиры. Так как был угарный газ, половился пластик, все горело, все было в огне, в дыму. Мы помогли ее вывезти. Полицейские эвакуировали женщину. До приезда пожарных предприняли меры по борьбе с открытым источником огня. И со стороны улицы встал, и огнедушитель начал весь диван поливать. Потому что от дивана все пламя было вверх. Но огнедушителя не хватило. Поэтому у меня кончился. Ну, весь я его израсходовал. Побежал за вторым, а уже пожарные подъехали. Опросив очевидцев произошедшего, сотрудники ППС выяснили причину пожара. Диван в комнате загорелся от неосторожного обращения с огнем. Ну, вы на кухне-то были. А он украдку стащил спички. Кто? Миша. А сколько годиков? Пять. Пять лет, да? Глупенький еще. Говорю, что говорит, в садик они у нас ходят. Не знаю, как получилось. И не уследили даже за ним. Стащил спички, а дальше что? Стащил. Ну, пошел. У нас диван сухой стоял у окна, где батарея. И залез сюда, и начал поджигать. Если бы полицейские не приехали вовремя, несложно догадаться, чем могла бы закончиться эта история. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Потерпевших сотрудники ППС передали врачам скорой медицинской помощи. Любовь Почерникова, РТВ Иванова.